Попробуйте вспомнить, как часто вы произносили фразу «Извини, я сейчас не могу, я занят» и отказывались от, казалось бы, привлекательного предложения. И дело не в том, что вы не хотели. Вы хотели, просто вам действительно не хватало времени на то, чтобы изучать иностранные языки, заниматься спортом, больше читать и путешествовать. Удивительно, но в наш век высоких технологий, когда практически все автоматизировано, нам по-прежнему не хватает времени. Но так ли это на самом деле? Возможно, вы удивитесь, но большинство людей любят быть по горло в делах. Так они чувствуют свою значимость и весомость. Но перегруженный образ жизни ведет лишь к стрессам, нервным срывам и злости. Более того, когда мы пытаемся успеть везде, мы теряем самих себя. То, что мы работаем больше, не значит, что мы постоянно создаем что-то значимое и делаем свою жизнь лучше. Мы лишь тратим больше своего времени. Долгие годы умение распределять свое время, или как его еще называют «тайм-менеджмент», строилось по принципу автоматизации процесса и модернизации общества. То есть человек стремился к тому, чтобы вся его деятельность сводилась к нажатию одной кнопки. И вот мы здесь. Носим целые компьютеры в своих карманах, но времени почему-то по-прежнему не хватает. Оказывается, метод автоматизации оправдан лишь в мелочах. Например, когда мы, не задумываясь, завязываем шнурки или, не глядя на клавиатуру, набираем текст. Еще один более действенный способ обзавестись временем — это делегирование, то есть передача своих обязанностей другим людям. Порой нам непросто пойти на этот шаг, так как нам кажется, что никто не справится с нашим делом лучше нас. Но стоит найти заинтересованного человека, обучить его, и вскоре при должном старании он овладеет этим навыком не хуже, а может и лучше нас. Оба этих метода — автоматизация и делегирование — в принципе логичны. Если вам нужно сделать больше, вам нужно работать быстрее. Но когда в дела вмешивается жизнь, мы понимаем, что при таком бешеном ритме мы скоро сами загоним себя в могилу. Поэтому при планировании собственного времени очень важно руководствоваться не просто логикой, а еще и личным интересом. К примеру, мало кто из вас согласится приглядеть за чужим ребенком, если знает, что его ждет важный рабочий день. Но если заболеет ваш собственный ребенок, вы тут же найдете способ остаться дома. Даже несмотря на загруженный график. Откуда у вас появилось это свободное время? В сутках по-прежнему 24 часа. Ни откуда. Просто ваш ребенок вам дороже работы. Что вы сделали — это перенесли приоритет. Занесли ребенка в начало списка важных дел на день. Когда вы знаете, что заняты нужным делом в нужное время, тревога и спешка отступают. А это значит, что нам не нужно успевать все, лишь то, что действительно стоит того. Поэтому так важно понять, что мы ценим в своей жизни больше всего. Если вы хотите больше бегать, изучать иностранный язык, больше читать или научиться готовить, ставьте эти дела в начало списка. Продумывайте, как пошагово будете достигать этих целей. И уделяйте им должное время. Умение расставлять приоритеты учит нас целенаправленно фокусироваться на одной цели за раз, что очень скоро ведет к весьма ощутимым результатам. Но минусом такого метода является то, что дела в конце списка, как правило, остаются незавершенными. Чтобы этого избежать, нам нужно оценивать предстоящие занятия не только по их значимости, но и по их перспективности. То есть, вместо того, чтобы задать себе вопрос, какие дела важны для меня сегодня, пойдите еще дальше и спросите себя, какие важные дела, сделанные мной сегодня, принесут пользу завтра? Что мне нужно сделать сейчас, чтобы мое будущее стало таким, каким я хочу? Очень важно в этом процессе не дать сбить себя с толку ненужными делами. Поэтому учитесь говорить «нет» людям и делам, которые могут понапрасну потратить ваше время. Поначалу вам будет нелегко отказывать, но это нормально. Просто помните, что вы делаете это не напрасно. Но не переусердствуйте, конечно. Не забывайте помогать людям, которые в этом нуждаются и заслуживают вашей помощи. Как видите, не так важно, сколько часов мы работаем, как то, сколько из этих часов значимы и принесут нам пользу. Помните, если вы на что-то соглашаетесь, значит, вам определенно придется от чего-то отказаться. И лучше откажитесь от фальшивых перерывов и отдыхайте правильно. Вместо того, чтобы постоянно залезать в соцсети и проверять сообщения или смотреть интернет-приколы, лучше посидите в тишине с чашечкой чая. Вздремните или отправьтесь на прогулку. Не забывайте, что у нас столько же времени, сколько его было у Лермонтова, Ломоносова, Эйнштейна, Гоголя и других великих людей. Тратьте его осознанно и не откладывайте на потом то, что делает вас счастливыми. Ну и, конечно же, мыслите продуктивно. Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал за кулисами творчества. Здесь ты всегда можешь быть самим собой.